Кроме того, что сирень радует наши глаза и обоняние, она лечит и способствует красоте кожи. Широко применяется сирень в косметике. С помощью средств, приготовленных из сирени, можно вернуть коже прежнюю упругость и мягкость, разгладить мелкие морщинки тоже под силу сирени. Для очистки, обеззараживания и тонизирования кожи применяют настой из листочков, цветков и почек растения. Высушите и измельчите сырье. Десертную ложечку порошка залейте горячей кипяченой водой в количестве 200 мл на полчаса. Процедите, используйте для умывания или протирания кожи лица. А при жирной и угреватой коже используйте настойку сирени. Рецепт дан в предыдущем видео, разведенную в равных соотношениях с охлажденным кипятком. Протирайте лицо утром и вечером, после снятия макияжа. Такая маска снизит жирность кожи и сузит поры. Одну столовую ложку цветов белой сирени высыпать в емкость и залить 100 мл кипяченой горячей воды. Настоять не менее 3 часов, процедить и отжать цветы, смешать с крахмалом до образования густой массы. Затем, получившуюся смесь нанести на лицо. Держать маску 20 минут, прикрыв влажной салфеткой. Маску смыть теплой водой, желательно, процедуры проводить трижды в неделю на протяжении полумесяца. Хорошо питает кожу и успокаивает раздражение, вот такая маска. Растереть половину стакана цветков сирени, до однородной массы, смешать с таким же количеством жирной сметаны и нанести на кожу лица на полчаса. Смыть молоком. Для приготовления лосьона залить небольшую чашечку цветов белой сирени, двумястами миллилитрами водки и настоять 10 дней в темноте. После процеживания смешать с 50 грамм глицерина и цедрой половинки лимона. Перед протиранием лица, следует развести настойку, кипяченой охлажденной водой, в соотношении 1 к 3. Для тех, у кого жирная кожа, возьмите 50 грамм свежих цветков сирени. Залейте 400-450 миллилитров кипятка. Укутайте полотенцем и оставьте примерно на 1 час. Процедите. К одной столовой ложке настоя, добавьте полторы столовые ложки крахмала. Размешайте. Получившуюся массу наносите на лицо на 15-20 минут. Маска для пористой кожи, 100 грамм цветков, насыпьте в термос. И залейте кипятком. Через час процедите. Четверть стакана настоя, смешайте с 2 столовыми ложками толокна, нанесите на лицо. Через 15 минут смойте теплой водой. Маска при угревой сыпи, возьмите в равных количествах, листья или почки сирени и листья тысячелистника. Пропустите через мясорубку и залейте небольшим количеством кипятка. Кашицу тщательно разотрите и нанесите на лицо на 10-15 минут. Настойка для проблемной кожи. Заполните банку цветками белой сирени. Мыть не надо, залейте спиртом или водкой. Настаивайте 2 недели в темном месте, периодически взбалтывая. К воспаленному месту прикладывайте ватный тампон, смоченный в настойке. Если развести настойку талой или дистиллированной водой, в пропорции 1 к 10 получится лосьон. Протирайте лицо, смоченным в лосьоне тампоном перед нанесением декоративной косметики. Храните лосьон в холодильнике. Если вы уже применяли средства из сирени, делитесь своими впечатлениями. А мы желаем вам всего доброго и желаем отличного здоровья!